И вот посмотрите, как здорово, как классно получилось с Макроном, да? Ну да, вышло живенько. Ну, посмотрите, как Макрон сразу заговорил, как приосанился, улыбается нормально. Мы говорим о той пощечине, которую президент Франции получил вполне заслуженно от какого-то избирателя. Но вообще-то периодически получать по мордасам президентам очень полезно. Это может их, во-первых, вернуть немножко в реальность. Потому что все эти там проделки снайперов, кровища, дырки во лбу, стоны, они имеют, во-первых, обратное действие, мастерят лишних мучеников. И, во-вторых, это вообще сегодня, это в годы ТикТока, это излишняя драматургия. Только если он успеет как-нибудь уж особо эффектно поорганизировать для тиктоковского ролика. Ну, вот смотри, с убийством действительно не надо. А вот этот аккуратный, легкий мордобойчик, он является лучшим, конечно, способом, Оленька, напомнить любому президенту о его основных обязанностях. А потому что среди президентов очень часто встречаются особи, которые увлекаются своими, как правило, абсолютно бредовыми идеями. И, как жирик, они все начинают верить в священность своей персоны. Особенно это касается всяких там многосрочных, многоразовых правителей. Потому что многоразовик, да, многосрочник президента, это особый подвид президентов. Там съезд крыши просто абсолютно неизбежен. И вот эта вменяемость и многоразовость, это вещи абсолютно несовместимые. А все бедствия, Оля, все бедствия стран начинаются с того, что президенты начинают верить в небесность и в священность своей фигуры, в свою избранность и в свое обладание некой геополитической истиной. Ну, тут уже неизбежны тяжелые девиации. И обязательно придет задница той стране, где появился, вот, скажем так, чиновник, который думает о себе так. Вот я бы рекомендовал оплеухи, пощечины, подзатыльники, зуботычины. А пинки еще? И просто, нет, пинки там всегда ограждение. Пинки и просто то, что называется легкий стук в бубен, все-таки сделают... Конечно, мера профилактики вы предлагаете. Да, для президентов такой нормой демократии, потому что демократия без всего этого вянет. Она теряет свои основные потенциалы и свое более чем скромное очарование. То есть, имело бы смысл задуматься о введении такой церемонии, но, разумеется, с соблюдением мер предосторожности. Там, вставлять боксерские капы им, куда надо в момент проведения рядом с народом. И, может быть, это будет не очень приятно. По-первых, но должны быть какие-то издержки профессии. Вот на Макрона действительно подействовало абсолютно положительно. Он сразу стал вежливее. Слушай, он ноги вытирает перед тем, как зайти в Елисейский дворец. Такого не было вообще никогда. Глазки блестят, здоровается с уборщицей. Явно лучше соображает и не поднимает, по крайней мере... Слушай, ну, он достаточно свежий из президентов. Он не сидит там нигде 30 лет. Ему самому не под 90, поэтому... Не 30, не 30, ты попробуй посиди в реакторе хотя бы 4,5 месяца. Это вполне хватит для необратимых последствий. То есть, поскольку у французов есть отличные всякие способности воспринимать политические традиции, может быть, оплеухи укоренятся, закрепятся. А с учетом того, что все русское, все абсолютно русское, с учетом, кстати говоря, и скреп, это абсолютно импортные штуки, то это рано или поздно дойдет и сюда, до бедной России, и тоже приживется здесь. Вот я думаю, кстати, если... Если считать, простите, как долго до России шла Великая Французская революция, то, мне кажется, я оплеухи. Сейчас все будет побыстрее, сейчас все будет побыстрее, потому что вообще этого всегда не хватало, потому что если бы когда-нибудь на Красной площади население бы пару раз повырывало бы усы Иосифа Виссарионовича Сталину, покрутило бы ему нос, то, может быть, история СССР не была бы такой трагичной. Все, как всегда, погубил этот избыточный, излишний пафос. Все надо постоянно десакрализировать. Это избавляет от маразма, чванства и так далее. Вот меня еще, кстати, спрашивают, все тут зашлись в истерике по поводу того, что сборная по футболу, привет Уткину, сборная по футболу Украины изобразила Крым на своих футбольных мальчиках. И по этому поводу немыслимый, остервенелый вой всех российских пропагандонов. Вот интересно, если человек украл колбасу, почему он обижается на хозяина колбасы, что у хозяина осталась бирочка от этой колбасы? Вот такая, я бы сказал, своеобразная обида. Но вообще представь на себе, себе на секундочку, последствия от пощечины Путину. Ну, какая-нибудь переполненная гневом. Я представила себе ядерный грипп, и потом все как-то скрыло. На месте этого города, да? Да. Ну, я думаю, что вот это грипп не грипп, но произошло бы немедленное, одномоментное извержение всех пропагандистских и ведомственных вулканов. То есть, вот было бы извержение мегатон раскаленной законодательной лавы, гнева, ужаса. Ее потом отдали бы в Росгвардию, как тренажер для отработки ударов ногой в живот. А потом вот в студии России Соловьев, Скобеева, они бы сработали, знаешь, как раньше, рвали березами, да? Ну, вот к двум березам привязывают, березы отпускают. И вот одной березой был бы Соловьев, другой была бы Скобеева. Они порвали бы, конечно, пенсионерку сразу. Ну, и понятно, что уже посмертно все равно ее бы судили по всем статьям. Но мы, правда, помним, что Путин в свое время не так давно пощечину получил от Байдена, да? Который назвал его убийцей. И вот сейчас им предстоит встретиться. Байден у нас в тяжелых и суровых раздумьях. Он признался советникам, что он совершенно не понимает, как ему говорить с Путиным. Он понимает, о чем говорить, но не понимает, как, да? Потому что в его представлении Россия — это такая страна-шизофреник с ядерной бритвой, которая бродит по всяким темным закоулкам мира типа Сирии и Мьянмы и всех режет там. Вот ее надо периодически подзывать, гладить, успокаивать. Потому что если у нее взять, например, отобрать Мьянму, она начинает терзать и резать саму себя, поскольку вот так, чтобы вообще не терзать, она не может. И тут очень, я бы сказал, скверную, нехорошую роль сыграла Беларусь. Если кто-то что-то не понимал про Россию, то с того самого дня, когда Владимир Владимирович завел себе этого ручного карлика Лукашенко, который является его прямой пародией, то по поведению Лукашенко можно угадывать поведение и замыслы Путина. Вот это большой, я бы сказал, прокол. И Лукашенко превратился в такую страшную карикатуру Путина. Ведь только он сейчас думает про то, что он укрепляет государство свое, да, вот этими посадками, новыми законами. Он правда так думает, вы считаете? Да, конечно, да. На самом деле он для себя же строит для Голубчика эшафот. Он самозабвенно колотит, пилит, стучит, гвоздит, он сам себе плетет в веревку, подбирает сорт мыла поароматнее, вероятно. А он, этот тип совершенно не понимает, что только он думает, что это крепкое государство, а на самом деле это просто его веселится. И вся эта его суета, она такая эшафотообразующая, я бы сказал. Диктаторы, у них вообще есть проблема, они никогда не понимают предела. Это всегда было, есть их, будет их больным и слабым местом. Вот не родился еще диктатор, который бы понимал, что даже в самоуправстве, наглости, садизме есть пределы, за которые заходить нельзя. Ну, поймут, в конце концов. А вот скажите, Александр Глебович, у Лукашенко вот эти вот День народного единства в День захвата Польши, памятник Сталину, это вот что его вдруг, как бы сказать, прорвало-то? Это его прорвала совковая верность. Он таким образом присягает лишний раз Путину. Он понимает, что может Путину понравиться. Он не знает этого точно, но он методом тыка... Пробует. Да, конечно. Посмотри, какие они глупые. Они вот показали эту пленку с Протасевичем, и это кажется им самим пропагандистской победой. Они не понимают, какой силы, какой убедительности свидетельства против себя самих они изготовили. Но об этом мы еще... Мы обязательно дойдем до Протасевича. Давай на секунду вернемся к пощечинам. Пощечины вообще очень веселая, хорошая тема, потому что я вот помню... Я помню вот... Наш девиз. Да, есть такая чудная книжка Талемана Дрео, и он там описывает герцога Майенского, который взял и поцеловал какую-то даму. Дама тут же влепила ему пощечину. Он тут же поклялся, что он никогда больше целовать не будет, и она ему немедленно влепила другую пощечину, что было совершенно справедливо.